Добрый день! Сегодня мы с вами продолжаем нашу беседу, посвященную неделе о Самарянке, и продолжаем с вами беседовать о том историческом контексте, который необходим нам и для понимания каких-то черт в Священном Писании, в Евангелии от Иоанна, 4 глава которого как раз-таки посвящена беседе Спасителя с женой Самарянкой. Ну и, так сказать, беседуем с позицией церковной истории и библейской археологии о тех вот всех чертах и обстоятельствах, которые сопровождают собой это евангельское повествование. И, так, в прошлый раз мы с вами беседовали о том, кто же такие были Самаряне и почему и за что их так не любили иудеи, что ни в коем случае даже с ними не вступали ни в какое общение. Затем мы с вами побеседовали об исторических судьбах самарянского народа, о той святости, которую этот народ принес с собой в наш мир, и, так сказать, об обратной стороне, не, к сожалению, о той злобе и ненависти, которая продолжала изливаться и привела к таким достаточно горестным, трагическим обстоятельствам судьбы народа самарян в исторической перспективе. Ну, а сегодня обратим наше внимание, собственно, на то, где происходит эта примечательная и столь важная беседа Христа с самарянкой. Ну, содержание этой беседы мы с вами оставляем за пределами наших бесед. Оно, безусловно, заслуживает всяческого внимания, разбора. Ну, я уверен, что это, безусловно, не один раз делалось и будет делаться на канале Экзегет. А сегодня мы все-таки с вами поговорим о таких внешних обстоятельствах этой беседы, которые тоже, наверное, примечательны и имеют довольно большое значение. Итак, поговорим о том месте, где эта беседа произошла, о колодце Иакова. Что это за колодец Иакова, какова его история, а надо сказать, что она вообще тоже так невероятно примечательна, интересна и любопытна во многих, так сказать, своих проявлениях. И вообще эта история, тоже надо заметить, имеет очень дальние, такие далекие корни, восходит к тем временам, когда праотец вообще 12 колен Израиля, Иаков Израиль, возвращается после 20-летней жизни, почти 20-летней жизни в Северной Месопотамии, где он трудился в семье своего родственника Лавана для того, чтобы получить в жены столь возлюбленных ему дочерей своего тестя Рахиль и Лию. И вот, вернувшись в Палестину, он в какой-то момент своего странствования со своими стадами, он поселяется в северной части страны Хананской, близ города, который называется Сихем. Город это очень древний, и здесь, как раз-таки в этих пределах, Иаков как раз-таки копает тот колодец, который потом получает имя колодца Иакова, иногда реже его называют колодцем Иосифа, поскольку этот колодец находился на том участке земли, который Иаков завещал своему любимому сыну от любимой и рано почившей супруги Рахили, своему сыну Иосифу, Иосифу Прекрасному. Ну, в Священном Писании, в Евангелии от Иоанна говорится, что колодец-то находился рядом с самарянским городом Сихари. Сейчас существует определенная такая дискуссия в библейской археологии по поводу того, что же на самом деле имеется в виду под городом Сихари. Есть точка зрения, что Сихари — это и есть тот самый Сихем или Шхем, неподалеку от которого жил Иаков со своими буйными сыновьями, со своими стадами. В то же время существует другая точка зрения, которая говорит о том, что Сихари — это город, который расположен также неподалеку от колодца Иаково, но несколько в другую сторону и ближе находится к колодцу. Это древнее поселение, которое называлось Тель-Болота. И тот и другой города очень древние. В Теле Болота вообще известна, начиная где-то с самого конца, вернее, с самого начала второго тысячелетия до Рождества Христова, где-то с 1900-х годов до Рождества Христова, в XVII веке, там существовал мощнейший языческий ханаанский храм бронзового века, который был раскопан уже в минувшем XX столетии. И, в общем-то, это тоже такой весьма известный, примечательный, в аналогах истории, населенный такой пункт, город, место такой Тель-Болота. Ну, сейчас, собственно говоря, эта дискуссия несколько нивелируется тем, что даже Тель-Болота уже, в общем-то, на правах отдельного района просто входит в современный город Набус, который объединил в своих пределах и древний Шхем, и древний Сихарь, если под этим названием понимать вот Тель-Болота. Как бы то ни было, и от того, и от другого города достаточно недалеко до этого колодца. Который находится как раз действительно при дороге на Иерусалим, и даже сейчас он находится буквально неподалеку от трассы номер 60, которая соединяет Иерусалим и вот этот древний город Самарии, Шхем, и его более древнюю еще столицу Самарии. Итак, Сихем из книги Бытия нам известен и памятен тем, что в какой-то момент дочь Иакова, единственная дочь, которая, по крайней мере, упоминается в Священном Писании, по имени Дина, подвергается нападению сына царя города Сихема, которого также зовут Сихем, который совершает над этой девицей насилие. Но, правда, она настолько ему при этом понравилась, что он и спрашивает разрешение у своего отца для того, чтобы на этой опороченной им девице жениться. Отец дает ему такое разрешение, он посылает своих сватов к Иакову, Израилю. Иаков, который боится конфликта с ненужного, с местными жителями, это разрешение дает. Но братья Дины, Симеон и Леви, ставят условием этого брака то, чтобы Сихем, а вместе с ним и все остальные мужчины этого города, приняли иудаизм, приняли завет с их богом и совершили обрезание. Сихем, который переполнен своими такими жениховскими чувствами к Дине, охотно на это соглашается, убеждает сделать то же самое своего отца и всех прочих мужчин города. И вот, когда над ними произведена эта небольшая, но болезненная операция, и жители города находятся в понятной и естественной немощи, после того, что над ними было совершено, вооружившиеся сыновья Израиля вместе с их слугами нападают на город Сихем и в своем гневе и ярости вырезают там просто практически поголовно все население, вплоть даже до скота. Настолько страшна их ненависть по отношению к тем, кто осквернил их любимую младшую сестру. Надо сказать, что Иаков очень порицает их за этот коварный и жестокий поступок и справедливо говорит им, что они сделали его имя ненавистным среди всех окружающих народов этой земли. На что Симеон и Леви отвечают, что ну а разве можно поступать так с нашей сестрой? Ну тут надо заметить, что согласно некоторым толкованиям и подсчетам несложным, которые производились исходя из того, что Дина была самой младшей из потомков Иакова, Девочке было всего восемь лет и поэтому конечно то, что сделал отношениями ее этот юноша Сихем, даже несмотря на все такие вот в общем-то крайне заниженные планки возраста, в котором девица разрешалась вступать в брак, были конечно преступными. Это может быть отчасти оправдывает то, что сделали буйные братья Иосифа, но тем не менее в наказание за эту их гневливость, подобную бурлящему потоку, сносящему все на своем пути, Иаков Израиль впоследствии лишает их прав первородства, которые переходят к четвертому сыну Иутину, о чем мы беседовали в одной из наших таких небольших лекций, ответов на вопросов о первородстве у Израиля, кто желает, может более подробно там с этой темой ознакомиться. Вот такая история этого города Сихем, более так сказать давняя и древняя и того места, где возник тот самый колодец Иакова, у которого спаситель беседует впоследствии с самарянкой. Ну, самаряне, которые во многом отождествляют себя с теми праотцами, о которых они читали из пяти книжек Моисея, единственных книг Священного Писания, которыми они научились и которые они приняли, они, в общем-то, конечно, считают Иакова, Израиль и своим праотцом, о чем и говорит самарянка в беседе со Спасителем о том, что вот отец наш Иаков дал нам этот колодец. Место это почиталось и евреями, и самарянами. Колодец этот чрезвычайно глубок, его отличает очень такая вкусная вода. И, естественно, по своему значению, как такой древней, в общем-то, еще ветхозаветной святыни, к тому же освященной вот такими важными новозаветными событиями, как беседа Спасителя на этом колодце. И то, что Господь здесь был, и также пил эту воду, оно, конечно, делает колодец Иакова, святыни и в глазах христиан. Поэтому достаточно рано встречаются уже упоминания о колодце Иакова, хотя не всегда верные, но вот буквально даже первые известные нам путеводители, такие так называемые «этенерарии», то есть записки о паломничествах, совершенные еще в IV веке, и паломничество Сильвии и Герии IV века, и паломничество византийца Феодосии, они упоминают об этом колодце Иакова. Правда, ничего не говорят о храме, который был построен над этим колодцем, хотя его строительство также принято относить традиционно к второй половине IV века, когда над колодцем Иакова был воздвигнут уже такой христианский храм, окончательно утвердивший права христиан предпочтительно перед иудеями и самарянами на эту святыню. И последующие византийские паломники оставляют свои отчеты паломнические о своих пилигримациях, о своих путешествиях, и в том числе упоминают и храм, и колодец Иакова, к которому они приходят для того, чтобы напиться этой свежей колодезной воды и вспомнить все события, которые здесь происходили. Но, по всей вероятности, храм был разрушен еще в первое владычество мусульман Святой Землей, последние еще паломники VIII века, такие как просветители Германии Вилебальд и Беда Достопочтенный, еще упоминают о том, что они посещали и храм, и колодец, но последующие паломники уже века крестоносцев, его начала, уже такие как наш с вами соотечественник Игумен Даниил, говорят только о колодце, не упоминая о том, что там стоит какой-то храм. По всей вероятности, храм был построен уже в конце, уже в XII веке, по крайней мере, в самом, может быть, его начале, упоминает его уже такой паломник Теодерих, хотя всего вероятнее, что храм был построен в то время, когда в городе Набус, как тогда стали именовать древний схем, шехем, поселилась на жительство очень такая известная и влиятельная королева крестоносцев Мелисенда, дочь правителя армянской Киликии, супруга короля Амари и мать короля Фулька. И вот Набус оказался тем местом, где она была водворена после неудачной борьбы за власть со своим сыном, и на свои королевские средства она очень так активно и красиво обстраивает вот этот город Неаполь, который в арабской транскрипции стал называться Набусом. Ну, почему Неаполь, почему Набус? Мы с вами упоминали о том, что после Первой Иудейской войны император Веспесиан дает этому городу свое имя. Флавия Неаполис, то есть новый город Флавия. Ну, в просторечии название этого города сокращается до Неаполис, то есть Новгород, можно сказать, что это такой палестинский Новгород в палестинских пределах. Ну, а арабы, в языке которого, у которых нету глухого звука П, и он, как правило, всегда заменяется звонким Б, изменили название этого города в Набус из Неаполис. Неаполис как-то на арабском, видимо, не очень удачно звучит, а вот Набус в самый раз. И вот в этом самом Набусе, кстати говоря, крестоносцы совершают свою активность, строят там множество храмов, в том числе Матководца Моакова. Надо сказать, что в 1120 году в Неаполе, этом Набусе, проходит собор крестоносского епископата, на котором впервые в истории Западной Церкви осуждается как явление гомосексуализм. И, так сказать, формулируются какие-то такие меры борьбы с этим явлением, которое, по всей вероятности, стало тогда уже распространенным и заметным в Западной Церкви, вероятно, по речению, так сказать, распространившейся практики целебата священства и огромному количеству также целебатных рыцарских орденов. То есть это превратилось в явление, с которым уже пришлось бороться, в том числе на уровне церковных соборов. Рядом с этим колодцем Набуса и с построенным храмом возникает аббатство, в котором поселяются монахини. И вот последующие паломники, они уже приходят на колодец Иакова, говорят о прекрасной церкви и о женском монастыре, который там располагается. Есть сведения, что этот монастырь подчинялся младшей сестре-императрице Мелисенды, которую звали Иветта, и которая была игуменьем монастыря в Вифании, на месте дома Марфы и Марии и Лазаря. Итак, с течением времени, после того, как Сваха-1 в конце XII века захватывает Набус, постепенно церковь над колодцем Акова приходит в запустение, ветшает, разваливается. Так что более поздние паломники, они говорят о том, что им приходилось находить дырку в развалинах, через нее залезать в крипту, где, собственно, вот в крипте крестановского храма и находился колодец Иакова для того, чтобы напиться там этой воды. То есть место оказалось забытым, заброшенным вплоть до XIX века, когда в 1860 году Иерусалимская патриархия выкупает место вот этих крестановских развалин над колодцем Иакова, начинает их расчищать, и постепенно, в том числе на пожертвование боготворителей из России, начинает возрождать здесь великолепнейший храм, ну вот отчасти повторяющий собой архитектуру вот этого прекрасного собора, который построили на этом месте крестоносцы. Колодец Иакова оказывается в нижнем храме, в крипте, куда ведут две лестницы, так сказать, огражденные такими затейливыми небольшими как бы арками, а сами стены собора вокруг к 1914 году удалось возвести всего на 10 метров, и затем, с началом Первой мировой войны, бедствиями, которые обрушились на Святую Землю, обрушились на Россию, пресекли поток благотворительной помощи из некогда благочестивой христианской Российской империи, они полностью остановили, застопорили этот процесс. Более того, со временем на место колодца Иакова начинают претендовать и поселившиеся в набусе вернувшиеся евреи-репатрианты, которые, во-первых, считают, что расположенная рядом гробница шейха 18 века Юсефа, является как раз-таки могилой их праотца Иосифа, ну и колодец также они считают своей такой принадлежностью, своей древней святыни. Начинается такая борьба за это святое место между иудейской, палестинской, арабско-мусульманской и христианской общинами набуса. Эта борьба достигает своего такого крайнего обострения в 70-е годы, когда настоятелем храма над колодцем Иакова, недостроенного храма, становится поистине святой и один из величайших святых современной палестинской церкви, преподобный мученик Филумен Хасапис, новомученик Филумен, пострадавший от рук евреев в 1979 году. Ну, о уже истории мученичества святого Филумена, о его жизненном подвиге и последующей уже истории колодца Иакова нашего времени, наших дней мы с вами расскажем в нашей следующей беседе. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok